Всем привет! С вами Ира и канал Готовим с Любовью. Сегодня готовим сытную закуску на праздничный стол. Картофельный рулет с мясной начинкой. Готовьте в удовольствие, готовьте с любовью и радуйте свою семью только домашней едой. Для картофельного слоя нам нужны будут следующие продукты. 7 штук очищенного картофеля, 1 луковица, 2 яйца, 3 столовые ложки сметаны, 3 столовые ложки муки, соль, перец, сушеный чеснок. Добавляем по вкусу. Сначала мы натираем на крупной терке картофель. Духовку включили разогреваться. На мелкой терке натираем луковицу. Теперь добавляем соль по вкусу. Немножко гранулированного чеснока. Перец. Рулет получается очень вкусным и сытным. Готовиться вообще несложно. Добавляем 2 яйца. Перемешиваем. Добавляем 3 столовые ложки сметаны. Я брала сметану жирностью 20%. Снова перемешиваем. И добавляем 3 столовые ложки муки. До однородности перемешаем. Теперь берем большой противень. Размер 30 на 40. Выкладываем картофельную массу. И тонким слоем разравниваем. У меня пергамент с силиконовым покрытием. Поэтому я не смазываю его растительным маслом. Если у вас обычный пергамент, недорогой, то я вам советую смазать его растительным или сливочным маслом. Тонким-тонким слоем наносим картофель. Картофельный корж ставим в разогретую духовку на 200 градусов. На средний уровень. Режим выпекания вверх-вниз. Картофельный корж запекался в духовке 25 минут. Еще горячим сворачиваем его. И даем ему немного остыть. Для начинки я использую 400 граммов фарша. Одну луковицу. Соль, перец добавляю по вкусу. Я уже перемолола мясо. Перемолола вместе с луком. Теперь добавляем соль, перец по вкусу. Перемешиваем. Вот это и будет нашей начинкой. Разворачиваем картофельный корж. Теперь выкладываем мясную начинку. Отличный закусочный рулет. Скажу вам сразу. Готовьте. Вкусно получается. Он сочный. Из доступных продуктов. Теперь плотно сворачиваем. Смотрите. Свернули. Теперь заворачиваем в пергамент. Рулет продолжаем запекать в духовке при температуре 180 градусов на среднем уровне. Режем выпекания вверх-вниз. Для подачи рулета используем зелень укропа. Мелко нарезаем. И буквально одну чайную ложку сметаны. Сверху смажем рулет. Будет красиво. Картофельный рулет запекался в духовке 40 минут. Теперь смазываем наш рулет сметаной. Кисточкой. И посыпаем измельченным укропом. Все достаточно просто. Прекрасная закуска. Рулет немного остынет. И порционно нарезаем его на кусочки. Всем приятного аппетита! Готовьте вместе со мной! Пришло время порционно нарезать рулет. Это так вкусно! Так сочно! Начинка превосходная! Картофельный рулетик просто объедение! Готовьте! Рекомендую! Режется на тонкие кусочки. Картофельный рулет с мясной начинкой получился просто. Бесподобным! Язык можно проглотить! Я пробовала! Рулет сочный, нежный и очень вкусный! Рекомендую приготовить! Его получается достаточно много! Нарезается на тонкие кусочки! Желаю всем удачного приготовления! И хорошего настроения на целый день! Готовьте вместе со мной! С вами была Ира! И канал Готовим с любовью! До новых встреч! Пока-пока!